всем привет и сейчас мы будем записывать реакцию на документальный фильм казахстанцы сша поехали о мам что там такого я поехала в америку но я не могла представить каково было моей маме а я просто поставив что я поехала приеду домой и ничего страшного но сейчас когда у меня у самой есть дочка я просто не представляю как я на такой шаг решилась и уехала но мама мне дала свое благословение она познакомилась с марком и очень понравился мой супруг маме а в общем так сказать у меня было ее благословение а а а а а и 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 future coming up is there anyway that i could take a look at them or meet with you and see where is the land and what's the project what's the price on it во-первых я всегда представляла что америка это вся как нью-йорк а мы прилетели и поехали штат кнедикат а в кнедикате там ну как просторно жилые дома это нету таких и в городе в маленьких городишках есть небоскребы но никак в нью-йорке да для меня это было так удивительно потому что я думаю что америка вся будет как нью-йорк я очень сильно ассимилировалась я согласна с этим но когда я первый раз приехала в мой фокус да фокус был состоялся в том что выучить английский а моя мама сказала что она не хотела чтобы я сидела дома была дома хозяйкой да и когда муж меня спросил чтобы я бы хотела делать мы стали смотреть разные варианты сначала я думаю может быть учить в школе но когда я увидела старшеклассников здесь в школах очень я очень немного смутилась и сказала я наверно в школе не смогу работать ну не знаю мне показалось может быть мы ошибку сделали тем что мы пошли в хайскул и там были дети они за меня на две головы были как бы сказать выше и я немножечко смутилась того что как я буду этих детей учить еще тем более у меня у самой английский и такой наверное музыку скорее всего было бы а потом мы решили что так как я делала real estate в казахстане а может быть я пойду на real estate медведь с Были осуждения в Казахстане, потому что это были первые годы, когда только-только начинали иностранцы заезжать в Казахстан. И были такие случаи, когда я чувствовала на себе такие взгляды, когда люди у меня, особенно постарше люди, не молодые, которые осуждали, почему она с иностранцем ходит, что Казахов не могла найти. Я думаю, что моей маме немножечко поначалу было сложно, потому что это было очень необычно, чтобы Казахстан дружила или дейтет с иностранцем. Но у моей мамы мнение изменилось, когда она познакомилась с Марком. Моя близняшка и я его повезли в Талткурган, где моя мама жила. И мы там с чаем, ну как по-казахски, стол устроили, и Марк там был. И моя вся семья поняла, что у него были намерения, как бы сказать, действительно, он любил меня не для того, чтобы просто приехал в Казахстан, там, походить с девушкой казашкой, да. И, в принципе, я поняла, что если моей маме он понравился, как бы, тогда не стоит на других людей обращать внимание. Честно говоря, опять же, я вам не типичный казах, который приехал из Казахстана, опять же, потому что я приехала на многое готовое, да. Поэтому многое, чем я тут, как бы, мои друзья, мой круг общения немножечко другой. Тоски нету, потому что я знаю, что если я сильно затоскую, могу купить билеты и поехать домой. Поэтому такой тоски нету, но так как у меня есть подружки казашки, это мне, как бы, дает вот это вот ощущение того, что есть у меня родина, да, Казахстан. Мы с ними, например, иногда по-казахски можем сказать, о, приходи ко мне домой, по-казахски вместе делаем бешбармак или плов, поэтому у меня нету ощущений, что я вот missing out. В Алмате, хотя Алмата уже не та Алмата, к сожалению, когда я последний раз ездила, уже вот этого чарм не осталось в Алмате, поэтому у меня вот такого этого не появилось, как бы, чувство, что я потеряла что-то, потому что город изменился. Другие люди, другие правила, другое поколение, и вообще жизнь, она стала такая же, как во всем мире, да, она уже не та. То, что это, в принципе, хорошо в какой-то мере, потому что это говорит о том, что наша страна развивается, и люди как бы меняются, требования к жизни меняются, это хорошо, но вот как вы говорите, что если там, если ностальгия по родине, по родине, эта ностальгия должна быть по тому, как ты жил в прошлом, да, но этого уже нету в Казахстане. Казахстан, он становится тоже очень интернациональный, очень выдвинутый, поэтому, как бы, получается, что она, тот Казахстан, который я знала, уже не там. Когда у меня мама был елый, последний раз я ездила, мама мне сказал, «Болды, жет еды, кьюмды, балан дыкс тап, кайта-кайта, Казахстанға жюгірме». Сенің ең сонда, енді, ең не хара, баланға хара, Продолжение следует... тоже так очень быстро закончился будет еще просто очень такой короткий но интересные очень много мыслей после просмотра этого документального фильма женщина но сделала такой большой шаг приехала другую страну ну и как мы видим живет очень такой успешный интересный активную позицию занимает в америке то есть не потерялась бизнес-вумен деловая с хорошим смысле этого слова потому что ну да домохозяйка быть тяжелым особенно в другой стране и дома постоянно сидишь хотела поехать в казахстан есть такая свобода то есть хотела в казахстан скучаешь не очень здраво рассуждает это тоже очень-очень понравилось взгляды очень современные ну понятное дело она очень молодая но все равно мне понравилось такое совсем другое совсем другой документальный фильм получился единственное как бы я хотел на сайт посмотреть на мужа как мы были немножко чтобы что-нибудь сказала ее дочь а так в принципе все понравилось может она разговаривает на русском или нет ну вообще да и как она себя чувствует ну вообще как ее мнение просто хотел сказать но это не так важно было что главный герой было она поймаем не знаю может быть у нее даже дочкой не разговаривать на русском или казахском потому что сейчас я замечаю за ребятами у которых рождаются дети что они не могут в совершенстве разговаривать да ладно в совершенстве они просто не могут одновременно разговаривать на двух языках то есть это не так что уехать в другую страну и ребенок заговорит на двух языках нет это все делается кровью и потом кровью и потом вот человеку которого не может посвятить ребенку очень большое количество времени где-то изучение языков наверное может быть . все спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео пока этот разговаривает и вот и и и и и